Даниил Константинов занимается волейболом в Шадринской детско-юношеской спортивной школе. Получить значок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» он пытался еще год назад. Но тогда удача обошла его стороной. Школьник попробовал еще раз спустя год. Пока только бронзовый значок. Но Даня мечтает однажды получить золотой. Родители очень обрадовались, что я сдал. Перед тем, как сдать это ГТО, я упорно занимался, что я хотел очень сдать на серебряный или на бронзовый значок. Хочу в дальнейшем заниматься также. Через года два я, наверное, получил золотой значок. Всего на церемонии награждения в администрации Шадринска вручили 52 значка. 15 бронзовых, 17 серебряных и 20 золотых. Среди обладателей этого спортивного достижения в основном школьники, воспитанники спортивных секций Шадринска. Например, золотые значки получили близнецы-акробаты Сергей и Андрей Большаковы. Узнали в школе, что нужно проходить. И в спортивной школе тоже нужно проходить. А все, в прошлый год пришли, попробовали. Ну, на серебро сдали первый раз. А вот нынче уже второй раз подготовились лучше. Со свежими силами на золото потянули. Мы стремимся и будем сдавать каждый год, да? Стараться, по крайней мере. Чтобы получить значок, необходимо выполнить самые разные упражнения. Отжимания, прыжки в длину, бег и многое другое. Некоторые показывают исключительный результат. Например, Анна Перескокова дальше всех метает гранату. Да, она нас бросает дальше всех. Гранату почти на 50 метров. Но даже не все мальчики так могут. Для кого-то ГТО открывает дорогу в спорт. Однажды, сдав нормативы, человек не останавливается на достигнутом. И продолжает тренироваться. А затем и выступать на соревнованиях. Даже если раньше никогда этого не делал. А для школьников полученный знак ГТО даёт свои преимущества. При поступлении в ВУЗы их обладателям начисляют дополнительные баллы. Мероприятие – это как итог того, что сами дети, граждане выполнили, показали свою физическую подготовку. Более, наверное, даже важно – это то, что они пришли в центр тестирования и приняли участие в данном комплексе ГТО. О том, что движение ГТО в Заурале развивается, свидетельствует и тот факт, что по итогам Всероссийского летнего фестиваля ГТО команда Курганской области заняла седьмое место. В прошлом году зауральцы были только семнадцатыми.